Это, конечно, не война России с Украиной. Это война против России. Россия чудовищно проиграет от этой войны. Россия теряет всех абсолютно ближайших союзников и друзей, с кем мы дружить-то будем. Задача пропаганды состоит не в том, чтобы в чем-то тебя убедить, а в том, чтобы дать тебе обоснования, по которым не нужно ничего делать. Действуя в такой логике, человек может начать смиряться с чем угодно вообще. Тут нет никаких пределов. Безразличие пассивность, если она превращается в мобилизацию и энтузиазм, тогда мы проваливаемся в тоталитарное состояние. Пока этого не произошло, мы пока здесь сидим, разговариваем, можем обо всем этом философствовать. В том мире, который я рисую, места для всего этого же быть не может. Огромное количество людей в России, честное слово, готовы было бы немедленно отдать свою жизнь, если бы это не помогло остановить эту войну. Прямо сейчас. Это диверсия. Это диверсия против страны. Да. Ну, все, что мы видим сейчас, это колоссальная диверсия против страны. А почему ты не уехал? Это моя страна. Почему я должен из нее куда-то уезжать? Спросить себя, может ли что-нибудь случиться, чтобы я сказал, нет, все, я больше не дорожу. Ни работой, ни ипотекой, ни карьерной перспективой, ни жизнью. А я, кстати, забыла тебя спросить, мы говорим война или мы говорим спецоперация? Мы это кто? С тобой. Я не вижу никаких проблем в выражении военной операции, потому что это есть военная операция, но еще не хватало, чтобы мы стеснялись вещи самими нами называть. Война есть война. Нам нужно с тобой выбрать цвет. Ну, давай черный, не знаю, можно черный? Можно черный. Ну, черный, как бы правильный цвет. Ладно, черный. Я сразу, если можно, к делу. Ты был тем человеком, который, в отличие от очень многих людей, которые публично ли выступали, или делали какие-то прогнозы и говорили, что нет, никакого военного конфликта на территории Украины не будет, ты был тем человеком, который первый сказал, что да, будет, и практически максимально точно предсказал, как это будет и когда это будет. Поэтому логично, если я тебя сейчас спрошу, как ты прогнозируешь наше ближайшее будущее? Мы вошли в ситуацию, которой не было на много десятилетий в мировой истории, а может быть, никогда. Под «мы» я понимаю, безусловно, планету. И в этой ситуации очень много неопределенности. Она относится как к России, про которой факторов неопределенности было не так много в последнее время. Сейчас их очень много стало одновременно. Так как ко всему миру, который, конечно, резко будет подстраиваться, у него никаких вариантов нет, он будет меняться. Сложно в этом смысле что-то предсказывать. Единственное, от чего бы я предостерег, скорее, это от того, чтобы думать, что это где-то там закончится все в Украине. И Владимир Путин решит свои задачи, проглотит Украину, и на этом все закончится. Вот этого не будет точно, 100%. Значит ли это, что неопределенность будет с нами еще долгое время? И мы не можем даже предсказать, в какую сторону это развивается? Ну, какое это время будет точно, потому что в целом та модель, которая существовала в современном мире, она, конечно, толкнулась на свои пределы. И сейчас терпит крах. Сейчас многие пытаются за нее цепляться. Причем речь идет не только о простых гражданах разных стран, но и о политических лидерах. Но в таком виде это существовать больше не будет. Это будет какой-то новый мир. Насколько сильно он будет отличаться с предыдущего, мы еще посмотрим. Но нам придется привыкнуть к тому, что это будет новый мир, он будет другим. Главный человек на планете, который сейчас принимает решения, это Путин? Я вообще не уверен, что это какой-то главный человек. На планете мне, как тому, кто занимается социальной наукой, не очень интересны конкретные люди. Мне интересно, как устроены основы социальности, из-за которых могут происходить или не происходить те или другие вещи, во что они могут превратиться, какие есть альтернативы и так далее. Что сейчас может общество, как живой организм, если я правильно понимаю, социологи изучают общество в целом, что сейчас общество может противопоставить этому рушащемуся миру, и что каждый из нас конкретно может сделать для того, чтобы мир не разрушился окончательно? Ну, одна вещь, которая точно необходимо сделать, мне кажется, это разобраться с собой, в чем состоит твоя моральная ответственность. Не уходить от нее и не занимать позиции, что от меня вообще ничего не зависит. Я тут просто пассажир. В конце концов, все решают какие-то большие идеи. Вот эти люди, которые управляют миром. А я чего? Я тут ни при чем. Имеет смысл спросить себя, каждый отвечает на этот вопрос по-разному, но имеет смысл спросить себя, в чем стоит моя моральная ответственность, в чем я, в принципе, вижу свою моральную задачу. И в связи с этим определить какие-то пределы того, с чем, допустим, я готов мириться, а с чем я мириться уже не готов ни при каких обстоятельствах. Как ты для себя эту задачу определяешь? Вот ты, Григорий Юдин. Для меня важно, чтобы я мог смотреть себе самому в глаза. Смотреть в глаза своим близким людям. Каждый может ошибаться, но уходить от реальности можно только до определенного момента. Вот это для меня ключевой критерий. Смогу я себе в глаза смотреть или не смогу? Это всегда важно. Если ты задаешь себе этот вопрос, то ты можешь брать на себя ответственность за себя, за людей вокруг себя, за свою страну, ну и в конечном счете за мир, в котором мы живем. Это выстраивается постепенно. Для меня важно не уходить от этого вопроса. Станислав Теофилович Шацкий – педагог и экспериментатор, создавший в начале 20 века собственную систему воспитания и образования. Идеи Шацкого выглядели очень смелыми для того времени и по-прежнему кажутся крайне актуальными, особенно в нашей новой реальности. Шацкий считал, что подлинное воспитание требует глубокого проникновения в суть природы ребенка и его интересов. В образовательных учреждениях Шацкого дети сами раздавали, заполняли и собирали анкеты для того, чтобы педагоги лучше понимали их потребности. Главную ценность Шацкий видел в развитии у детей и подростков мышления. Классические гимназии не уделяли этому достаточное количество времени, поэтому из них, по мнению ученого, выпускалась теоретически подкованная, но не способная к решению практических задач молодежь. Наконец, Шацкий был уверен, что детей не нужно изолировать от острых современных вопросов, а наоборот, надо учить справляться с ними, опираясь на общечеловеческие идеалы и ценности. За последние недели реальность вокруг сильно изменилась, и не только взрослым, но и детям очень нужна дополнительная поддержка. Тем более, что экзамены и контрольные никто не отменял. В онлайн-школе для детей и подростков SkySmart ученикам помогают справиться с самыми разными задачами, от выполнения домашних заданий до подготовки к экзаменам по основным предметам. Дети занимаются в комфортном для них режиме, догоняя или перегоняя школьную программу, в зависимости от темпа ученика. В SkySmart обучают всем основным школьным предметам, занимаются дошкольной подготовкой, подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ, шахматам и даже программированием, а расписание вы составляете сами. В образовательных школах на одного преподавателя часто приходится слишком много учеников, а учителям сложно находить время на индивидуальную работу. А в SkySmart преподаватель планирует индивидуальный урок, опираясь на цели и интересы конкретного ребенка. Здесь учитывают потребности каждого. У малышей и школьников младших и средних классов уроки больше похожи на игру, в которой много комиксов, квестов и песен на интерактивной платформе. А у ребят постарше своя структура занятий. На уроках английского, например, ученики обсуждают вместе с преподавателями актуальные темы на понятных и ярких примерах из поп-культуры. Ну а если вы сами хотите подтянуть английский, в школе Skyeng много разных форматов, которые помогут сделать это быстро и эффективно. Можно заниматься с преподавателем индивидуально, посещать разговорные клубы с другими учениками или записаться на тематический урок под конкретную задачу. Например, если вам скоро предстоит собеседование на английском. Текущие цены в Skyeng сохранятся до конца апреля. Причем на большие пакеты, как по детским, так и по взрослым продуктам, действует скидка до 45%. А еще есть рассрочка. Можно купить уроки сейчас, заниматься до конца года по ценам этого апреля. Переходим по ссылке в описании и регистрируемся на уроки в SkySmart и Skyeng. Это вообще главный мешок, когда иностранцев ввожу. Все это вот, это вот, это, оружейная палата, это все ерунда. Я ввожу иностранцев все время сюда и, значит, ввожу их в Думинстан. Я ввожу их к Дзержинскому, естественно. Рассказываешь только, на самом деле, главный вопрос развития России в ближайшее время, это когда его поставят обратно и когда ведут смертную казнь. А ты считаешь, что и то, и другое абсолютно реально? Я, в общем, исходил из того, что это были неминуемы. Не то, что реально неминуемы. А вторая вещь, это вот как раз, к чему подходим. Это сыроплод мира. Потому что эта штука, это вспоминание моего детства. Она стояла рядом с моим домом на Рянинском проспекте. Такая большая была стелла. И она вот на перекрестке, где я все время шел, из школы домой, она долгое время стояла. А потом, как это было положено в 90-е, значит, стелла демонтировали. И она как сама демонтировалась. Эта штука там просто валялась на островке безопасности, там, типа, несколько лет. А потом ее, значит, взяли и бережно перенесли сюда. И сейчас я тоже стал думать. Вот мы превратились из оплота мира в то, что превратились. Почему вот этот знак СССР и вообще тоска по Советскому Союзу, которая как-то охватила всю страну, вдруг стала движущей силой очень многих процессов? Вся эта ностальгия по Советскому, она как-то несколько преувеличена, что ли. В мире, в котором мы сейчас живем, в России, в какой-то такой вот вселенной, которая была здесь создана, с Советскими же на самом деле не так много общего. По большому счету все, как бы, советское содержание, оно было выхлочено полностью. Поэтому мне вообще не кажется, что вот это странное, такое затянувшееся межвремение, в котором мы оказались, оно как-то может рассматриваться как продолжение советского. Грубо говоря, страна, в которой мы сегодня живем, это поздний Советский Союз, помноженный на потребление. Да, вот наутил-успел, что стали слишком малы твои тертые джинсы. Вот, тертые джинсы появились в бесконечных объемах. И это такой навеки замороженный, но именно поздний Советский Союз. Ну, к нему добавлена ипотека и шоппинг-моллы. Вот примерно где мы оказались. Есть еще вторая часть этого, это тоска по империи. Хотя я не очень понимаю, почему для гражданина России, Россия, которая огромная, все еще мала и хочется расшириться. Ну, с империей же вся такая штука, что империя нигде не заканчивается. И в этом смысле, да, Гавел, по-моему, говорил, что с Россией большая проблема, что она не знает, где она начинается и где она заканчивается. И это правда, что ощущение границ, оно, в общем, возникло на какое-то время, а потом люди, которым это, ну, как бы наиболее гармонично и органично, это люди, в основном, пожилые. То есть, по-прежнему, война между прошлым и даже не будущим, а настоящим. Для более молодых поколений в независимой Украине столько же примерно проблем, как, не знаю, как в независимой Эфиопии. Но для более старшего поколения сложно чувствовать границы. И я бы еще сказал, что это не просто империализм, а это такой реактивный империализм, в смысле защитный. То есть, необходимость расширяться связана с постоянным ощущением угрозы. Грубо говоря, там, где ты не расширишься, там появится для тебя опасность. То есть, сегодняшний вот этот российский такой реактивный всполох империализма, он не несет никакого проекта, он ничего не предлагает, он не дает никаких возможностей этим пространствам, которые он хочет сколонизировать. Единственное, как он их видит, он их видит как возможный источник угрозы. Если он как бы на них не приземлится, то там будет угроза для него. И это, конечно, какая-то издыхающая версия империализма. И третий вопрос, который связан с реинкарнацией Советского Союза, для меня в Советском Союзе национальная идентичность была, если не нивелирована, то очень сильно приглушена. Там не было никаких ни украинцев, ни грузин, ни таджиков, никого. Были советские люди с территориальными особенностями. И, возможно, из-за этого, когда в своей исторической речи Путин говорил об Украине, он, в общем, ясно дал понять, что нет никаких украинцев, нет никакой Украины. Я бы не стал, честно говоря, вот эту историю возводить к Советскому Союзу, потому что мы видим, что как раз, собственно, советское в советском проекте у Путина вызывает. Причем давно, это не впервые. Не то, что раздражение, а просто дикую ярость. Да, я не замечала. Здрасте, Ленин. Ленин для него абсолютно зло. Мы же это много раз уже слышали. Но это не касается Сталина. Со Сталином все более сложно. В случае Путина это никогда не было напрямую выражено. Но, конечно, в сравнении с Лениным Сталина это какая-то нормализация. Почему? Потому что Ленин в проекте воплощает в себе... Хаос. Ну, насчет хаоса я не говорю. Это дисконтинуальность, то есть прерывистость истории. То есть этот безумный проект единой исторической России, которая, значит, от царя Гороха и вплоть до Путина продолжалась, Ленин, конечно, подрывает. Потому что советский проект и большевистский проект – это был проект сноса российского государства. Просто сноса его. Сегодня, значит, ретроспективно Путин пытается сейчас замазать все эти швы. И это, конечно, символ революции, символ реального подрыва. До сих пор в этом российском консервативном языке, который был близок Путина, на самом деле почти не было слов, которые всерьез использовались. Все слова были взаимозаменяемыми. Они ничего не значили. Но слово «революция» всегда значило очень много. В этом месте у них всегда расширялись глаза, сразу как бы виден был глубокий страх и так далее. Поэтому Ленин, конечно, символизирует революцию. Но, кроме того, Ленин еще и символизирует низовое движение. Он символизирует организацию масс. Он, в общем, символизирует некоторый демократический импульс. Мы сейчас не говорим о том, что у Ленина этого получилось, но что Путин это чувствует – это, безусловно, так. И поэтому, конечно, Ленин для него – это терминальное зло. Поэтому он пытается обнулить Ленина как фигуру. Это не может быть ничем, кроме как иностранным шпионом. Потому что невозможно же революции изнутри. Революции изнутри в принципе не может быть. Такого не бывает. Если у вас случилась революция, значит, ищите, где были шпионы. Не могут быть никакие массы, не может быть никакой народ, который восстает. Такого не бывает. Если у вас случилась что-то, что называется народная революция, опять же, ищите, кто заплатил. И Ленин, конечно, символизирует в этом смысле предельную угрозу. Что касается украинцев, то Путин не случайно винит, опять же, того же самого Ленина в создании Украины. Ленин вообще во всем виноват. Тот формат мышления об украинцах, который он сейчас предлагает, – это, конечно, формат, который ничего не имеет общего вообще с советским. И с идеей советского народа. Это, в общем, близко к нацистскому проекту. Потому что, посмотрим, люди не очень, может быть, обращали внимание, но потому что все привыкли к этой странной пропаганде, о том, что там в Украине где-то находятся какие-то нацисты, вот какие-то там нацистское правительство и так далее, все к этому привыкли. Но вообще, когда началась эта сверхагрессивная фаза, язык Путина поменялся, и язык его пропаганды тоже поменялся. Он перешел в совершенно другое качество, и там совершенно другую роль заняла идея чистоты. Идея чистоты и очищения. Для Путина сегодня, как бы, таким идеологическим якорем всего этого процесса является термин деноцификация. Что значит деноцификация? Значит, что нацистское нужно вычистить из Украины. Ну, понятно, что он там рассчитывал, что, вероятно, рассчитывал, что это удастся сделать, там, не знаю, удалением верхушки. Но теперь выясняется, что все было гораздо хуже. Что, в общем, по-видимому, мы прозевали момент, когда украинцы по-настоящему стали нацистами. Похоже, там вся страна нацистов. И сейчас придется их, как бы, очищать. Сейчас придется очищать украинское от нацистского. И это повторяется раз за разом. То есть, военное сопротивление, которое оказывает Украина, ничего не меняет в этом. Это, мы видим, что это идея фикс, которая овладела, по крайней мере, идеологической обслугой. Они по-прежнему утверждают, что украинское нужно, как бы, очищать от нацистского. Слово «чистота» здесь является ключевым. Оно начинает применяться, например, к внутренним врагам, да, про которых там давно говорилось, что они не могут быть ничем, кроме как каким-то аватаром внешнего противника. Но сегодня про них говорят, что от них нужно очищаться. Да, что их нужно выплевывать, как нечисть. И вот этот нарратив чистоты, я, ей-богу, не слышал здесь на своей жизни никогда ничего более опасного, чем этот язык чистоты, очищения. Мы уже видим, что Российское министерство обороны прямым текстом говорит слово «фильтрация». Они собираются строить фильтрационные лагеря. То есть они собираются очищать украинцев от нацистов. У них есть некоторый способ находить что-то украинское, что, видимо, является просто вариацией русского, да, и вычищать из этого нацистского. Они собираются работать с телами. Они говорят, мы будем смотреть на тела. Есть ли на телах, например, татуировки, которые нам не нравятся. Если есть татуировки, которые нам не нравятся, это нацистское. То есть на уровне тела мы можем отделять украинское от нацистского. Это будет… Ну, звучит страшно. Звучит так, как звучит. Слушай, тебя зовут Григорий Борисович, папу звали Борис Григорьевич. Это у вас какая-то семейная история такая? Или это совпадение двух… Не, меня назвали в честь дедушки, который умер за год до моего рождения. Ну, да, там у папы был еще, естественно, траур, и меня назвали в честь дедушки. Ты вырос в академической среде. Насколько это была свободная обстановка, идеологически? Это вполне свободная. Я какие-то, естественно, как, наверное, многие дети, унаследовал какие-то убеждения от своих родителей, в том числе политические. Потом их пересмотрел. Как тоже, опять же, с самым другим происходит. Отчего-то отказался. Отчего отказался? Ну, для родителей большой надеждой было то, что происходило в 90-е годы в России. И я их хорошо понимаю. И какие-то моменты низового движения мне тоже были важны. Меня брали в свое время на… Если я правильно помню, это был победный такой митинг после Пуччи 91-го года. Я был совсем маленьким, помню это с трудом, но это был очень важный момент. Потому, что это было какое-то ощущение такой большой-большой демократической победы. Но позже, конечно, я стал более сложным образом смотреть на 90-е годы. И от каких-то простых линейных схем, связанных с тем, что Россия становится нормальной страной. Или что мы должны во всем брать пример с условного Запада, чтобы это не значило. Я к этому стал относиться критично. Ну, впрочем, родители тоже в какой-то момент стали относиться к этому гораздо более критично. Но вот исходный импульс был из того времени. И я вижу заслуги, например, президента Ельцина перед Россией. Хотя для меня это очень неоднозначная фигура. Но я вижу, конечно, заслуги. А вот интересно, слушай, в норме, по-твоему, такой парк должен существовать? Мне раньше всегда казалось, что он такой важный. Что это как окаменелая какая-то история, какие-то важные вехи. И вот их сюда снесли, и они вроде как забыты. А сейчас, мне кажется, даже страшным. Ну, вот Сталин смотрит с цветочками. Ну, отчего тут так особо страшиться? Это какой-то, мне кажется, такой трезвый, спокойный способ работы с собственной историей. Ну, можно пытаться ее как-то исторнуть из себя. Но зачем это нужно делать? У нас есть возможность здесь ее как-то присваивать в какой-то более-менее спокойной обстановке. Не в обстановке, не знаю, торжественных площадей и так далее. Где у тебя возникает символический барьер, связанный с тем, чтобы посмотреть как-то со стороны на эту историю. Ты должен ее либо почитать, либо ненавидеть. Или как-то у тебя должно блокироваться какое-то трезвое отношение к ней. А здесь есть возможность к этому спокойно отнестись. Ну, да, ну вот. Ну, Сталин. А что, не было Сталина, что ли? Ну, давайте разберемся. Я не очень могу себе представить где-нибудь в Германии любой парк с несколькими скульптурами Гитлера, у каких-то из которых лежат цветы. Самое главное не в этом, на самом деле. А самое главное в том, что в Германии там все-таки прошел так или иначе некоторый процесс, в ходе которого было достигнуто, ну, пока что, некоторое понимание истории. Здесь же этого не было. В этом месте обычно принято заламывать руки, говорить, какой кошмар, что этого не было. Я не знаю, может быть, нет никакого кошмара, но этого не было. Это значит, что мы по-прежнему находимся в ситуации нерешенности, недоговоренности многих вопросов. И вот этот парк, он, мне кажется, эту ситуацию как раз и символизирует. Еще один вопрос про то, как я это вижу, как ресталинизация. А представить себе там еще 20 лет назад людей в разных городах России и устанавливающих памятные таблички, и устанавливающих бюсты Сталина, и просто выходящих с портретами Сталина на разнообразные массовые шествия, ну, было почти невозможно. Этого не было, это было даже как будто бы неприлично. Это не было незаконно никогда, но это было неприемлемо. Сейчас это вполне допустимо и в порядке вещей. Я не предзываю тебя как-то обобщать, но что это вообще говорит о настроениях? Это говорит о настроениях ровно то, о чем я сказал раньше, что меняется отношение к истории. И 20 лет назад, вообще говоря, в принципе, интерес к российской истории был совершенно другим. Я бы сказал, что он был в целом подавленным. Одна вещь, которую сложно не заметить, что там еще в 80-х, по инерции даже в 90-х годах у людей в семьях было не принято говорить о прошлом собственной семье. Ну, потому что это долгое время было опасно. И, в общем, об этом старались не говорить. Сегодня мы перешли в другую ситуацию, когда, наоборот, не знать ничего совсем о прошлом собственной семье как-то нехорошо. И это какой-то способ доступа к истории для множества россиян сегодня. Дальше оказывается предсказанным образом, что в истории бывает всякое. И это же дело не только в том, можно подумать, что там, не знаю, все россияне заняты только тем, что ставят памятники Сталину. Во-первых, основная часть этих мемориалов – это тело рук вполне известных людей, которые получают вполне известное финансирование. Но даже и та часть, которая к ним не относится, она не то чтобы сильно превышает все те усилия по мемориализации, которые проводятся в самых разных частях страны. Появляются краеведы, которые ставят памятники каким-то значимым людям в истории этой местности или там, значимым событиям в истории этой местности. Появляется множество разных способов смотреть на историю. Было бы странно, если бы там смотреть на нее через сталинистские очки не было бы одним из таких способов. Про Сталина, то я не вижу какого-то прямо роста восторга по отношению к нему. Это даже в этих скандальных опросах видно. Нет там никакого народа Сталина. Там в национальном смысле растут две вещи. Это уважение к собственной истории. Давайте относиться к собственной истории с уважением. В ней было всякое. Давайте не будем этого вычеркивать. То есть это исключает элемент условного покаяния? Да. С покаянием я думаю, что этот проект как-то не состоялся. Я считаю, что это хорошо, что он не состоялся. Почему? Потому что покаяние разрушает нацию? Нет, потому что я не вижу никакого выклопа из этого. Я не понимаю, куда это должно вести. Это какое-то бесконечное разбивание лупа об асфальт в попытке на самом деле перестать что-либо реально делать. Давайте мы признаем, что вся отечественная история была бесконечной трагедией. Будем всегда плакать. Ты противник коллективной вины и вообще чувства вины. Да. Это довольно бесполезная штука. Она в основном пожирает. Она убивает энергию. Ничего она особо продуктивного не дает. Обычно она помогает тому, кто произвел эту вину. И лучше вину, конечно, переформатировать в ответственность, чтобы понять, за что я могу отвечать. Иногда ты можешь отвечать за какие-то большие вещи. За какие-то большие действия. Иногда ситуация складывается так, что ты мало что можешь изменить глобально, но у тебя все равно остается зон, за которую все равно ты отвечаешь. Ты решаешь называть вещи своими именами или не называть. Всегда решаешь. Не бывает такого, что это не мое решение, что я не называю вещи своими именами. Нет, это твое решение. Это ты решаешь, делать это или не делать. И это такая минимальная ответственность, которую можно на себя взять. Ответственность за то, чтобы не исполнять что-то в ситуации, когда тебя хотят делать инструментом. Это ты решаешь. Нет, ты не вещь. С тобой нельзя делать все, что угодно. Ты решаешь, будешь это делать или не будешь. Какой ценой, это следующий вопрос. Но это всегда ты решаешь. И вот это важная вещь с развлечением вины и ответственности. Я думаю, что когда мы говорим про проблему с сегодняшней Россией, она состоит не в том, что россияне как-то тотально поддерживают чудовищную агрессию против Украины. Этого в общем нет. Есть какие-то отдельные милитаризованные слои, но с ними разговор особый. А проблема как раз в том, что люди пытаются делать вид, что их все это не касается. Что они могут оставаться там в какой-то своей приватной жизни, к которой они привыкли. Которые они вообще-то выстраивали очень тяжело. Нужно это понимать. Что для многих россиян это очень тяжелый опыт. Жизнь строилась очень-очень долго большими усилиями, большими инвестициями. Люди годами вкладывали себя в это. И поэтому они стараются оберегать этот самый мир. В общем, можно понять. Но если делать это до конца и последовательно, это значит, что ты можешь становиться инструментом для чего угодно. И это, мне кажется, проблема с сегодняшней Россией. Это очень хорошо видно на контрасте с Белоруссией. Потому, что, конечно, это жуткая война, в которой мы оказались. Это война, в которой самым непосредственным образом втянута не только Россия и Украина, но, конечно, Беларусь тоже. И преимущество, если можно об этом говорить, белорусов здесь состоит в том, что они, по крайней мере, не пытаются делать вид, что ничего не происходит. Да, мы видим, что ситуация... А это почему? Потому, что у них жизнь была тяжелее и беднее? Я думаю, что это во многом просто потому, что там был момент солидарности 2020 года, про который там часто говорили, что он не дал соответствующего политического результата. Но он дал нечто большее для белорусов в целом. Сейчас они оказались в ситуации, когда они не закрывают глаза, не запирают себя в клетке приватной жизни. Когда они, хотя и понимают, что мало что могут сделать, но не делают вид, что они просто инструменты, и их это все не касается. И это, мне кажется, очень важный контраст. Вот это была первая часть истории. Вторая часть истории, мне кажется, связана с тем, чтобы правильно понять, что происходит сейчас. Это, конечно, не война России с Украиной. Сама по себе идея такая, мне кажется, абсолютно абсурдная и бредовая. Хотя бы просто потому, что Россия чудовищно проиграет от этой войны. Бесконечно проиграет. Это будет катастрофическое поражение в любом случае. Можешь пояснить эту мысль? В любых отношениях, которые можно себе представить, это будет для России катастрофой. Я даже больно говорить о том, что Россия таким образом ссорится навсегда с двумя наиболее близкими и культурно народами. С украинцами и белорусами. Россия теряет всех абсолютно ближайших союзников и друзей. С кем мы дружить-то будем? В принципе, на планете есть кто-нибудь, с кем можно дружить? Это какой-то загон себя в какое-то бессмысленное, бесконечное одиночество, в которое мы, на самом деле, уходить не хотим. Мы никогда не хотели изолироваться от всего мира и сидеть. Ничего подобного. Чем занимается Россия все последние 20 лет? Она бегает за всеми миром и говорит, а вы нам не нужны. И мы без вас обойдемся. Это невротическая реакция, которая сейчас доводит нас просто до катастрофы. Думаю, что катастрофа равна этой в истории России, просто не ела никогда. Были идиотские войны. Самый близкий пример, например, Крымская война. Тоже абсолютно абсурдная операция, движимая каким-то бессмысленным империализмом. Непродуманная, без всяких шансов на реальный успех. Без понимания того, как может этот успех выглядеть. То же с идиотской милитаристской лихорадкой поначалу, которая заканчивается достаточно тяжелым поражением. Но все-таки это не была война с украинцами. Да еще и с наличием ядерной бомбы. Поэтому то, что мы сейчас переживаем, это катастрофическое поражение. Я даже здесь не говорю про все эти экономические проблемы. Проблема – это самое последнее, что нас должно сегодня интересовать. Реальная проблема в том, что это тупик с точки зрения того, что мы хотим сделать с Россией. Через какое-то короткое время нам всем станет понятно, каким чудовищным ударом по России это является. Но вот эти 60-70% людей, которые поддерживают спецоперацию, я знаю, что ты не любишь ссылки на социологические опросы, но не знать этот вопрос я не могу, потому что на эти цифры все опираются. И пропаганда в том числе опирается на эти цифры. Вот эти 60-70%, они не просчитывают последствия? Они не понимают вопрос, который им задают? Или что они поддерживают? Я часто пытаюсь быть аккуратным очень с опросами. С опросами вообще в России вдвойне, а сегодня в десятерне. Потому что в России и так низкий уровень ответов на вопросы, и люди, которые отвечают на вопросы, в целом исходят из того, что они общаются напрямую с государством. А в условиях военных действий, конечно, опасения вырастают многократно. Мы видим по всем исследованиям, которые сейчас проводятся, независимые, что падает уровень ответов, что люди рассказывают о страхе, спрашивают интерьеров, прямо арестуют ли меня. И интерьеры, когда пытаются, есть некоторые способы проверять ощущения людей, то видно, например, в исследовании, которое делала компания Russian Field, что люди, которые чувствуют себя более закрытыми, замкнутыми, они в целом склонны давать немножко другие ответы. Это значит, что опросы и в принципе-то всегда подсвечивают то, что в России хотелось бы подсветить правительству. А сегодня в гораздо большей степени. Но, сказав все это, и предостерегая всех от того, чтобы всерьез относиться к этим цифрам. Если честно, я считаю, что мы еще на начальных этапах эти цифры имели какой-то смысл. Сейчас я думаю, что было бы правильно запретить эти опросы. Другое дело, что это не в нашей власти. И это может быть еще хуже. Но я бы не относился вообще к ним всерьез. Ну, я все время привожу, когда меня из Германии спрашивают, а как же у вас там 71%. Я говорю, а сколько у вас там было бы во время начала специальной военной операции против Польши в 1939 году? Я не вижу никакой радикальной разницы. Не нужно задавать людям идиотские вопросы и не нужно всерьез к этому относиться. Но, значит, сказав все это, я думаю, что ключом здесь, конечно, является желание огромного числа наших соотечественников продолжать жить своей спокойной, приватной жизнью. То есть, пусть будет там хоть война, хоть потоп. Ну, как бы я все равно на это никак не могу повлиять. Что я могу с этим сделать-то? Мне это не касается. В России, вот мы сейчас разговариваем, да, родилось то, что я называю теорией двух-трех месяцев. Все вокруг ходят, говорят, через два-три месяца все будет, все нормализуется. Откуда этот бред взялся, я не знаю, но это попытка цепляться за реальность. На самом деле, это попытка продолжать отрицание. Как работает российская пропаганда? Мне вот интересно, знаешь, в этом смысле, почему пропаганда не смогла убедить людей в том, что ковид существует, но с такой легкостью убедила людей в том, что в Украине существует нацизм? По очень простой причине, потому что задача пропаганды состоит не в том, чтобы в чем-то тебя убедить, да, не в том, чтобы ты принял какую-то точку зрения, а в том, чтобы дать тебе обоснование, по которым не нужно ничего делать. Она объясняет тебе, почему не нужно ничего делать. Когда она рассказывала о том, что есть ковид и нужно что-то делать, она оказалась бессильной, потому что человек не хочет ничего делать. Теперь она рассказывает, почему это все короткая операция, она закончится успешно, Есть реальные угрозы России, значит, все это, конечно, не касается никаких настоящих украинцев. Короче говоря, все в порядке. Все в порядке, все решится скоро. Политическое руководство знает, что оно делает. Все этого достаточно, чтобы спокойно продолжать жить своей жизнью. Само по себе, честно говоря, это чудовищно. Потому, что действуя в такой логике, человек может начать смиряться с чем угодно вообще. Тут нет никаких пределов. Сейчас в последнее время говорим о том, что вот там случилось самое страшное. А куда мы знаем, что случилось самое страшное? Вполне вероятно, что самое страшное еще впереди. И вот если так относиться к делу, то ты, в принципе, никогда не готов к тому, что может случиться что-то тяжелое. Ты всегда будешь пытаться закрыться в свою скорлупу и так далее. А вот это безразличие, пассивность, если она превращается в мобилизацию и энтузиазм, тогда мы проваливаемся в тоталитарное состояние. В принципе, пока этого не произошло, мы пока здесь сидим, разговариваем, пьем чай. Мы можем обо всем этом философствовать. А в том мире, который я рисую, места для всего этого же быть не может. То есть ты не относишься к тем людям, которые вот так, сложив два века, как тетрадный листочек, видят сейчас параллели с концом 20-х, началом 30-х годов нынешней российской истории? Я вижу очень много параллелей с концом 20-х, началом 30-х годов, только не российская история, а немецкая. Вот так? Да. Мы находимся в ситуации, которая во многом напоминает немецкую ситуацию 20-х, 30-х годов. Вот есть два основных аналога исторических. Это режим Наполеона III во Франции в 1748-1880 годы. И то, что происходило с Германией после Первой мировой войны. Значит, в обоих случаях мы имеем резкое введение избирательного права, которое заканчивается тем, что массам предлагается избирать одного сильного лидера, который будет иметь фактически монархические полномочия. Это такая демократическая монархия. То есть монархия с опорой на массы. Буквально говорил Наполеон III, да? Он был избран всенародным президентом, первым французским президентом. Говорил, это монархия с опорой на массы. Я император, который регулярно проводит плебисциты. И что я получаю? Я получаю гарантию того, что... Меня все любят. За мной народ, да? И что я делаю с этим? Значит, я это показываю элитам, я это показываю бюрократии, я это показываю самому народу, да? Рассказываю ему, что как бы вот за кем настоящая сила, да? Он как бы возвышается на всю систему. Вторая важная вещь – это историческое поражение, да? Рессентимент, реваншизм, обида и злоба в связи с историческим поражением. Это было, естественно, во Франции, где все вполне помнили наполеоновские войны. Собственно, почему люди за Наполеона голосовали, да? Потому что хотелось снова Наполеона. Пускай другой Наполеон, но все равно хотелось снова Наполеона. Это было, разумеется, в Германии с распространенностью, значит, идеи кинжала в спину, который привел к поражению в Первой мировой войне. И это мы увидели в России, где, значит, оказалась сильная боль от поражения в Холодной войне. И все эти режимы тоже были достаточно, в какой-то момент они находили достаточно успешную экономическую модель. Минутку, то есть ты считаешь, что Россия потерпела, СССР потерпела поражение в Холодной войне? Я не то чтобы так считаю, но странно не замечать, что именно эта рамка была в какой-то момент навязана. Она была навязана в том числе потому, что то, что начало происходить после завершения Холодной войны, имело в себе, конечно, такой воспитательный элемент. Здесь господствовала некоторое время такая доктринная модернизация, которая предполагает, что есть один правильный путь развития. И просто страны, которые, значит, сошли с него, они должны сесть в школьной комнате, в школьном классе, и будут учить профессора с условного Запада и рассказывать им, как нужно делать. Да, и вот они будут их как бы поучать. Из-за вполне искренних соображений, то есть желая, чтобы те, значит, наконец выучились, уже выросли из своих штанишек и построили себе то же самое, потому что на самом деле правильный путь только один. В любой стране вызывает ощущение, что к тебе относятся как к несовершеннолетнему. А, конечно, такая большая и мощная страна, как Россия, это, конечно, немедленно вызывает чувство унижения и так далее. То, что сделал Путин в дальнейшем, он бесконечно расстравил это чувство. У него были некоторые основания у этого чувства, да, но сейчас, в общем, это какая-то настолько выжигающая все эмоция в России. И в этом смысле, конечно, параллелей с, там, не знаю, с Францией второй половиной середины 19 века и с Германией межвоенного периода очень много. И вот в них складываются вот такие пребюсцитарные режимы, которые стабильно занимаются каждый раз одним и тем же. Они выжигают внутреннюю политику. В смысле, они исключают саму идею оппозиции. Оппозиции, как кого-то, кто находится вместе с собой в одной стране, искренне желает стране блага и при этом радикально отличается от тебя по своим убеждениям. Вот эта идея им, в принципе, не близка, потому что они полагают, что это разрушение единства. Никакой оппозиции быть не может. Раз не может быть оппозиции, значит, мы любое политическое противостояние экстернализуем, то есть, переописываем его как внешнее противостояние. Не может быть оппозиции, могут быть только предатели и внутренние враги. Не может быть каких-то, ну, партнерских отношений с другими странами. Это может быть только какая-то война в тех или иных формах. И все эти режимы, они заканчивали одним и тем же. Тем, что они переоценивали серьезно внешнюю угрозу. Они считали, что им что-то всерьез угрожает, в момент, когда им, в общем, ничего, по большому счету, не угрожало. Они теряли способность устраивать союзнические отношения с другими странами. И они все, конечно, занимались тем, что они создавали против себя мощнейшие военно-экономические альянсы. То есть, буквально, они очень быстро сколачивали против себя, объединяли страны, которые, в общем, имеют очень разные интересы. И въезжали в бетонную стену, начиная авантюристические военные кампании с чудовищным количеством жертв. Твой дядя, Эрик Юдин, один из основоположников методологии в Советском Союзе, соратников Щедровицкого. Мы знаем, что методология – это очень важная часть мировоззрения нынешней правящей элиты. И многие из тех, кто сейчас принимает решения, учились и у Щедровицкого, и у Юдина. Как ты себе представляешь, как это вообще все соединилось? Ну, небольшая историческая справка. Эрик действительно работал вместе и дружил с Щедровицким. Но Эрик просто умер раньше, чем это превратило в методологическое движение, в то эфир, в котором мы его знаем. Какие-то его противоречия, споры с Щедровицким подсказывают, что то, во что это превратилось, ему скорее не было бы близко. Мы не знаем ответ на этот вопрос, но Эрик умер вследствие того времени, которое он был вынужден привезти в лагерях. Он попал в лагерь после венгерских событий и провел несколько лет, которые тяжелейшим рассказали с него о здоровье. Он был таким молодым, перспективным, харизматичным профессором. Его сурок с небольшим был, да? Да, да, да. Вернулся, в общем, в физическом смысле, изнуренный с стариком. Это просто по фотографии видно. Но никогда не терял молодости при этом внутри себя. По тем рассказам, которые я там... Потому что я знаю, не знаю, от папы, от своего дяди. Вот. Поэтому я бы здесь это просто разводил. То есть для меня история с Щедровицким – это только в очень небольшой части семейная история. Эрик повлиял сильно на моего отца, на Бориса Юдина, который, собственно, в месяц лет за ним пришел в философию. И ему выпала более длинная жизнь, и он значительную часть посвятил как раз тому, чтобы идеи развивать. И вот про него мы знаем лучше. Он тоже был там вовлечен в это движение на ранних стадиях. А потом он отошел в сторону. Когда был московский металлогический кружок. Ну, достаточно быстро отошел в сторону. И есть его текст, который был посвящен Щедровицкому. Мы его опубликовали недавно в книжке его статей, в котором он очень уважительно относился к такому конструктивистскому подходу Щедровицкому. Идея радикального конструирования, возможности беспредельно создавать, пластичную работу с материалом, в то же время предъявляет целый ряд возражений, я бы даже сказал претензий этому подходу. И дистанцирует его от себя. Мне кажется, это очень хороший и бедительный текст. Особенно для тех, кому интересен Щедровицкий. Потому что в нем видно и силу этого подхода, и его неизбежное ограничение. Причем с совершенно таких вполне последовательных философских позиций. А что случилось с этими идеями методологическими в их преломлении к параду администрации президента? Назовем это так обтекаемо, чтобы не по пальцам загибать тех чиновников и руководителей, которые считают себя последователями Щедровицкого. Я не могу сказать, что я большой специалист здесь. Но я это скорее вижу как интеграцию всего этого большого аппарата в общее технократическое мировоззрение. То есть людьми можно управлять с помощью формул? Это понятно. Это в известной степени даже может быть и правда. Но вопрос же не в этом. Вопрос в том, зачем ты это делаешь. Это вопрос, который Щедровицкий очень любил задавать людям и выбивал их обычно из колеи. Потому что выяснялось, что любому директору завода можно три раза подряд задать вопрос, зачем. И все, и он падает со стула и теряет. Потому что он на самом деле никогда себе не задавал таких вопросов. Но одно дело, когда ты используешь это как некоторый инструмент провалентизации, что хорошо. А другое дело, когда ты себе задаешь все-таки этот вопрос. И спрашиваешь себя, есть ли какие-то, скажем, последовательные этические или политические взгляды или доктрины, ради которых ты можешь заниматься, в частности, всяким радикальным конструированием. И это, мне кажется, слепым пятном. Вообще во всей технократии. Потому что она привыкла не задавать лишних вопросов. Я бы хотел специально, наверное, сказать, что многие вещи, о которых мы сегодня с тобой говорим, это далеко не только российские проблемы. Чтобы это не звучало так, чтобы, мол, какой-то филиал АЛАД открылся вдруг в России, а все вокруг такие красивые, хорошие, замечательные, ничего подобного. Как презрение к политической ответственности, как и технократизм. Это не то, что возникло тут в России. Это вещь, которая Россия, как и многое другое, переняла из других стран. Другое дело, что в России многое из того, что мы заимствуем, потом радикализируем, давайте бы до кого станет, что все вокруг в ужасе. Это наша какая-то историческая миссия такая. Но это не только наши проблемы. И технократия, конечно, тоже далеко не только наша проблема. Но, да, Россия здесь ушла далеко вперед. И такой принципиально пластичный взгляд на человека, когда он не основан ни на какой позиции, он приводит к тому, что ты можешь инструментализировать кого угодно, и сам можешь стать инструментом в чьих угодно руках. Ты просто не задаешь никаких вопросов, и все. Мы смотрим на то, что сейчас делает, не знаю, значительная часть российского правительства. Не надо никаких вопросов. Они просто выполняют настроение. Делают свою работу. Как ты будешь потом объяснять, ради чего это дело было нужно? Следующий вопрос. Они могут затешить себя тем, что они патриоты. Да, я вот вижу условно Чубайса, который рассказывает, что я, мол, патриот страны, и поэтому буду делать все равно свое дело, что бы ни было. Алло, какой страны? У тебя страна сама себе палит в висок. Прямо сейчас. Ты зачем патроном выступаешь в этот момент? Ты зачем занимаешься тем, что ускоряешь этот процесс? Что это за такое странное представление о патриотизме, что все, что начальник сказал, это и есть правильное для страны? Это большая какая-то болезнь, которой технологии, по крайней мере, которые придумал Георгий Петрович, имеют отношение. Хотя я не стал бы возлагать на него ответственность за то, как эти технологии реализуются. Хотя бы даже просто потому, что каждый, кто их реализует, реализует их сам. И сам должен отвечать на какие-то вопросы о том, зачем он это делает. В самом высоком руководстве страны на вопрос «зачем» есть ответ, по-твоему? Мне не нравится, что не поставлен вопрос, а когда не нужно делать свою работу? Есть такой момент вообще, когда ты чувствуешь, что ты часть машинки, которая собирается всех задавить. И надо перестать ей быть. Может, этот момент не наступил. Но проблема с таким радикальным технологизмом стоит в том, что там этот вопрос не может быть поставлен. Вообще не может быть поставлен никогда. И здесь мы возвращаемся к Германии 30-х годов, которая в многом состояла из вполне искренних патриотов, которые делали свое дело. Просто не забыли спросить о том, зачем нужно было строить концлагеря. Хорошо строить, эффективно строить. Хорошо работающий концлагеря. Но их менеджер был вообще классным специалистом. Это и есть проблема отказа от задавания вопросов. Принципиальных вопросов. Не технических вопросов. Не о том, как лучше построить. А принципиальных вопросов, зачем это надо. Я, ей-богу, считаю, что таким образом от ответственности уйти никуда нельзя. Если ты закрываешь на нее глаза, то ты не можешь таким образом от нее уйти. Она все равно всегда будет с тобой. Что касается политического руководства, то оно как будто бы не уходит от ответственности. Оно делает для себя некоторый выбор. Если ты меня спрашиваешь о том, зачем принимается решение разрушать Украину, я вижу в этом некоторую последовательную логику. Зачем? Для Владимира Путина, который принимает такое решение, и для его окружения, Украина является экзистенциальной угрозой. То есть, буквально, это то, что угрожает их жизни. А поскольку он с какого-то момента, видимо, считает, что их существование равно существованию страны, то, соответственно, они могут таким образом делать вывод, что могут говорить за страну и могут делать вывод, что это угрожает стране в целом. Как? Очень просто. Представляю себе ситуацию в Ливии в времен позднего полковника Каддафи. Полковник Каддафи сталкивается с внутренним восстанием после бесконечного правления. Это внутреннее восстание оказывается более-менее успешным. Полковник понимает, что единственное, что можно сделать, это раздавить его просто с помощью армии. Он делает это, уступает на город Бенгази и, в общем, готовится его более-менее сравнять с землей. Дальше вмешивается НАТО, которая устраивает бесполетную зону, что меняет характер боев. И вся эта армада, которая двигалась с Триполя на Бенгази, начинает двигаться обратно с Бенгази на Триполя. Триполи захватывается, и полковник Каддафи известным образом уничтожается. Что, как мы знаем, произвело глубочайшее впечатление на Владимира Путина. И я, кстати, почти уверен, что решение убрать Медведева было принято именно в этот момент. Потому что Медведев был этим президентом, он не возражал против этой самой бесполетной зоны. И для Путина это означает, что? Это означает, что в тот момент, когда в России будет восстание, оно будет в любом случае неизбежно абсолютно. И я склонен был думать, что оно достаточно близко, потому что, не знаю, Беларусь, которая в смысле политической культуры очень близка к России, только что это провела. Значит, в России это было недалеко. Все такого рода, там, бонопартийские режимы примерно, там, 20 с небольшим лет существуют. В общем, он накопились внутренние противоречия. Он вынужден понимать, что такое восстание недалеко. Для него, как мы уже выяснили, любое восстание никогда не может быть проявлением народной энергии. Это всегда происки внешнего врага. Потому что по-другому просто не бывает. Никакого народа не существует. Есть только внешний враг, который пытается тебя устранить. Значит, если у тебя такая угроза есть, то ты должен быть абсолютно уверен, что в отличие от Балковника Каддафи ты можешь применить любую силу для того, чтобы подавить это. Любой. Вот сколько нужно будет народу убить, сколько ты должен иметь возможность убить. Если рядом с Россией существует культурно очень близкая страна, гигантская страна, самая большая страна в Европе, где существует некоторая альтернативная политическая жизнь, то, что Путин называет анти-Россией, радикальная альтернатива России, эта форма политической организации гарантирована в военном смысле, условно говоря, Соединенные Штаты. Это оказывается неприемлемой угрозой. Потому что это будет означать, что он не может сделать то, что хочет с собственным населением. Над ним нависает такой большой балкон, который в любой момент может превратиться для него в судьбу Каддафи. И последние годы показывали, что дело именно туда и движется, потому что Украина, не становясь частью НАТО, тем не менее явно дрейфовала в сторону военного альянса с Соединенными Штатами. И через какое-то короткое время все в военном смысле, политический режим там был бы гарантирован с Соединенными Штатами. Это был последний момент, когда Путин мог решить эту проблему. То есть, когда он говорит, что если бы не мы напали, то они бы на нас напали? Он верит в то, что он говорит? Никаких сомнений. Более того, в некотором безумном смысле это даже правда, поскольку любое выступление против него самого было бы воспринято им как нападение НАТО, а это выступление неизбежно. В этом параноидальном мире это правда. Вот. Собственно, поэтому для меня оказалось абсолютно очевидным еще два года назад, что будет война. А уж полгода назад это было совсем уж ясно. После того, как он опубликовал статью о том, что Украина быть не может, в этой статье прямым текстом написано. Либо мы ее мирным образом подчиняем, мы в предстоит превращаем, либо мы ее завоевываем. Никаких других вариантов не существует. Ну и понятно, что сейчас там конъюнктура более-менее благоприятна. Путин считает, что иметь какое-то военное преимущество в данный момент с помощью какого-то новейшего вооружения. Большие ресурсы были накоплены. Видимо, куда они все делись, но тем не менее. Цены на сырье, сырьевая зависимость Европы, там, турбулентность в разных странах. В общем, короче говоря, это решение выглядит для него абсолютно неизбежным. Да, ООН и его окружение сейчас говорят о том, что это был фабанк, что сейчас, как они говорят, решается, была еще судьба России. То есть они понимают вполне, на что они пошли. Внутри этой логики, да, они должны отбиваться. Я просто обращаю все внимание на то, что это защитная война для них. С их точки зрения, да, она не имеет никакой, как бы, цели установления какой-то осмысленной гегемонии, какой-то культурной экспансии. Да, когда мы говорим русский мир, это не в том смысле, что есть что-то такое специфически русское, да, чего где-то там, не знаю, у украинцев нет, и нам нужно принести туда. Ничего такого нету. Россия ничего не предлагает Украине давным-давно уже в культурном смысле. Нет, это просто как бы попытка защититься. И что делать, это, конечно, гораздо более опасно. Потому что речь идет о людях, которые считают, что если они не защитятся, их убьют. Защититься нужно любой ценой. Какую роль в происходящем сейчас имеет очень популярная теория русского мира представители, которые когда-то считались идеологами Кремля, типа Дугина? Я, с одной стороны, вижу, что некоторые мрачные идеи Дугина действительно оказали влияние на, скажем так, группы, принимающие в России решения, и, наверное, косвенно образом могли оказать влияние на президента, который в последнее время вообще, кажется, изолировался и принимает решение чуть не в одиночку. Но, с другой стороны, я все-таки вижу, что тот компот, который сейчас вызрел, он даже относительно этих идей как-то выглядит сильно примитивизированным. Думаю, что эти люди интеллектуально ответственны за то, что они тут плодили. Но тот компот, который в итоге получился, не уверен, что даже они в восторге от него. Большая проблема со всем этим русским миром состоит в том, что это пустая идея. Империя должна что-то нести. Русский мир не несет ничего. Он не дает никаких вариантов. Он не дает никакого перспективы культурного развития. Там нет ничего. Любой человек, заинтересованный в распространении русского влияния, понимает, что позиция страны достигается с помощью установления какой-то гегемонии. Под гегемонией понимается ситуация, когда страна что-то предлагает, что для других кажется привлекательным. И начинает включаться в это, верить в это и распространять. В России в какой-то момент это просто вообще отрезало. Это простая идея о том, что людей не надо завоевывать пушками, а что нужно что-то предлагать им. Она как-то перестала появляться во множестве голов. Ну, потому что, видимо, она несовместима с этой фундаментальной обидой на весь мир. Потому, что надо начать кого-то слышать. Нужно начать понять, как ты можешь с ним остановить общий язык. Что его там реально волнует. Как ты можешь ему предложить что-нибудь в ответ на то, что его волнует. Все это перестало быть всем интересно. И осталась только грубая сила. С помощью грубой силы никакой мир построить невозможно. Даже по тем источникам, на которые опирался, весь этот, еще раз, довольно мутный, противоречивый и, конечно, тоже опасный проект, он все-таки видел это как создание некоторого довольно основательного полюса влияния. Россия сейчас отрезает себе все возможности влияния на много-много лет вперед. Давайте посмотрим на эту проблему с блоком НАТО, который я, например, не считаю выдуманной. Чем сейчас это закончится? Это сейчас закончится тем, что все, кто не вступил в блок НАТО, все вступят в него. И Россия будет иметь враждебный по отношению к себе блок, теперь уже действительно враждебный. Сейчас все туда идут. Вот финны со шведами уже собираются по каким-то поводу голосовать. Зачем натравливать на себя всех вокруг? Только, если ты не видишь никакого другого способа с ними взаимодействовать. Если ты всерьез веришь, что единственный способ взаимодействовать с партнерами, это с помощью силы. Только заставляя. Только с помощью оружия. Это ошибка, которая нам всем будет очень дорого стоить. Что будет с Украиной? Я... Ну, как бы, если дело не закончится, там, не знаю, ядерной войной. Отметаем, да, самый страшный сценарий. Что, как бы, совершенно не исключено и выглядит вполне как бы реалистично в этих условиях. то, конечно, никакого теперь уже шанса хоть как-то оставить, не знаю, какой-то идеологический контроль над Украиной со стороны России нет. Это теперь потеряно навсегда. Была возможность, там, играя многолетние истории существования России и Украины или, там, русских и украинцев предложить им что-то, что, с одной стороны, уважало бы их, а, с другой стороны, было бы для них привлекательным с точки зрения, там, интеграции в какое-то общее пространство с Россией. Сейчас такая возможность исключена, думаю, что навсегда. Слушайте, ладно с Украиной, там, как теперь быть, не знаю, со славянами вообще? Смотрите, чего люди в этих самых славянских странах сейчас говорят по этому поводу. Мы теряем всех абсолютно. И те, кто говорил, что от России всегда будет сходить угроза, да, они сейчас оказываются правы. Нам десятилетиями будет нечего им возразить. Они будут говорить, нет, эта страна должна быть всегда унижена, иначе она встанет и будет опять нас завоевывать. У нас будет минимум аргументов, да, мы будем говорить, что мы теперь другие, это были какие-то предыдущие сумасшедшие. Они будут говорить, нет, это у них там в крови все. Они всегда будут лезть. И с этим придется как-то справляться. Вот. И тоже относится, разумеется, к Украине и, в общем, с большой вероятностью и к Беларуси тоже. Как конкретно это будет там оформлено, это следующий вопрос, это зависит от того, как будет там выглядеть это грядущее поражение. Какой ценой оно будет, оно дастся, в том числе украинцам. нет никакой теоретической возможности, что Россия оккупирует Украину навсегда и переделает украинцев, кого даже не очень понятно, в кого их собираются переделывать. Такой возможности не существует, это быть не может. Поэтому, ну да, это рама, которая нанесена навсегда. А с самой Украины, вот с духом, с людьми, с президентом, с государственностью? Это сильно зависит от того, как далеко эта война распространится. Еще раз, я не считаю, что есть какие-то шансы, что она остановится на Украине. В этом случае я не считаю, что она там остановится. Это зависит от того, как далеко это распространится и вообще как будет выглядеть послевоенная карта Европы. Это пока совершенно не ясно. Но понятно, что с одной стороны Украина получила сейчас решение множества проблем, которые действительно ее там раздирали. Думаю, что не знаток Украины, думаешь, что проблема востока-запада решена навсегда. Понятно, что президент Зеленский сейчас действительно выступает так, как должен выступать президент военного времени. Имеет удивительные риторические таланты. Он оказался одним из ведущих политиков современности, про которого много-много лет будут сниматься фильмы. И сейчас он, конечно, находится в позиции, когда он может многое сделать для послевоенного восстановления Украины. Но к этому моменту еще нужно перейти. До этого момента нужно дожить, до этого момента нужно будет достоять, и мы посмотрим еще, как это будет выглядеть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А почему ты не уехал? Почему я должен уехать? Все едут? Кто все едут? Тут вроде 140 миллионов человек. Почему все едут? Ну, я думаю, что если мы сейчас начнем, ой, смотри, Белка бегает. Да, да, да. Вот она тоже не уехала. Молодец, Белка. Слушай, вокруг нас полна народа, которые никуда не уехали. Это моя страна, почему я должен из нее куда-то уезжать. Ну, понятно, что сейчас этот вопрос, он имеет вполне конкретное звучание в условиях того, что российское правительство ведет не только чудовищно агрессивную войну против ближайшего соседа, но и войну, которая разрушительна для самой России и будет иметь для нее катастрофические последствия. В этих условиях, конечно, этот вопрос начинает звучать по-другому, но я, для меня есть в этом смысле одна вполне ясная красная линия. Я точно не буду помогать этим безумцам в этой войне. У тебя бывают моменты смятения, когда ты про себя знаешь, что ты любишь свою родину, а многоголосица говорит, что ты неправильно любишь родину. И тебе бывает, когда ты начинаешь с него завдруг ты неправ? Вдруг они правы? Да, мне кажется, я тут не вижу никакой особенной трудности, потому что я никогда не сомневался в том, что люди могут иметь разные точки зрения относительно того, что хорошо для родины. Именно поэтому я считаю, что в России вполне возможна оппозиция. Должна быть, разумеется, оппозиция в любых политических условиях. Люди могут иметь разные точки зрения на то, что хорошо для России. Кто из них прав? Вполне может быть, что я не прав. Но в чем я не могу сомневаться никак, это в том, что я люблю свою страну. Вот это, прошу прощения, знает только один человек на свете. Это знаю я, никто не может быть, поэтому прав или не прав, это только я знаю. У нас у всех есть риск свалиться в террор, в котором чудовищные просчеты военного и политического руководства страны будут списаны на тех, на кого удобнее дотянуться. Это правда. Но почему это должно каким-то образом влиять на твое собственное отношение к твоей родине я не очень понимаю. Но люди, которые провалили управление страной, пытаются списать на других свои ошибки. Ты говоришь о поляризации общества. Эта поляризация, она такая тихая и вялотекущая или это поляризация, которая может перерасти в том числе и в абсолютно видимые конфликты физические? Я не произношу просто словосочетание гражданской войны. Да, что не произносить-то? Очень страшно. Что можно поверить в то, что боевые столкновения между русскими и украинцами не приведут к гражданской войне внутри? Нет, это невозможно. Она в той или иной форме, так или иначе. Есть диванная гражданская война, такая уже... Ну, понятно, что все надеются на то, что пронесет, но я думаю, что людям в украинских городах про диванную гражданскую войну не очень интересно слушать. Нет, это будет иметь имплазивный эффект. Это взорвет, безусловно, странную жизнь в той или иной форме. А как это будет происходить, это следующий вопрос. Есть какие-то разные сценарии. Но нет, если кто-то думает, что можно побывать какое-то количество украинцев и что-то сберечь при этом, так не получится. Как социолог, на какие ты опираешься в этот момент данные о поляризации общества и о том, что это все близится и близится? В авторитарном режиме правящие заинтересованы в том, чтобы никто не участвовал в политике. Он нацелен на предельную деполитизацию. Он нацелен на то, чтобы вытеснить людей из политики, вытеснить их в частную жизнь. Еще раз, поэтому они довольно успешны. Кинотеатр, торговый центр. Они довольно успешны экономически, в том смысле, что они дают целый ряд возможностей. Ипотека. Самое главное это ипотека. Я все время говорю, что два главных института в Путинской России это опросы общественного мнения и потребитель и потребитель конкурс ипотека. Это самое главное, на чем все всегда работают. Занимайтесь своим делом, у каждого есть своя семья, у вас есть своя работа, есть свои карьерные перспективы, все вперед. Вот этого все лезть не надо. И это стало здравым смыслом в России. Это была совершенно устойчивая ситуация. Начало раскачиваться в последние годы, потому что люди в принципе устают от бесконечной молодые группы, поколения. Сейчас мы находимся в точке, в которой мы можем вполне перейти в тоталитарное состояние. Это что будет для общества значить? Тоталитарное состояние это вещь, которая ровно противоположна авторитарному. То есть люди объединяются? Совершенно верно. Она означает гомогенность. То есть авторитарная ситуация ты можешь думать что угодно. Ты можешь даже говорить что угодно. Главное делать не с кем не встречаться и так далее. Вот сиди себя дома и следи инструкции. В тоталитарной ситуации ты не можешь такой позиции заниматься. Ты обязан быть гомогенным с точки зрения своего сознания с теми кто вокруг тебя. Это вот эти большие собрания это выстраивание буквой это осуждение. Да. Вот когда мы видим вот эту символику новую полусластику которая распространяется по всей стране которая затрагивает человеческую телесность потому что из тел эти буквы выстраиваются из детских тел из детских тел которые в униженном состоянии находятся в подавленном Слушай я честно вообще не могу понять это же люди какие-то взрослые их выстраивали Да так это в этом как бы вся опасность состоит что когда у тебя слишком слишком долго атомизация происходит то у людей отключаются барьеры которые могли бы им в этот момент сказать не стоп 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 все конечно хорошо но это просто какая-то дичь использование человеческой телесности для формирования тотальности использование этих свастик для в качестве угрозы да это конечно знаки тотальности то есть они потеряли чувство реальности чувство дозволенности не знаю ну там с чувством дозволенности еще отдельная проблема но использование телесности для выстраивания тотальности понятно что эти угрозы которые совершаются с помощью этих самых свастик но все-таки пока не свастики ну это полусвастики я просто хочу чтобы люди которые смотрят они хорошо понимали что те кто занимается распространением этого всего по всей стране они совершенно точно знают что это такое такого не может быть они совершенно точно знают что это такое нет не полпроцентной вероятности что это случайность люди которые этим занимаются знают это когда мне там не знаю несколько месяцев назад знакомый рассказал о том что из его контактов с людьми о властных структурах следует большое количество поклонников Гитлера я не поверил теперь я верю да не может такого быть трудно в это поверить это совершенно точно Люди знают, что они делают, они понимают, чем они пользуются, они четко совершенно собирают символы из известных им мест и занимаются этим целенаправлением. Это диверсия. Это диверсия против страны. Да. Все, что мы видим сейчас – это колоссальная диверсия против страны. Это же как нужно не любить свою страну, чтобы ей так вредить. Пропаганда, которую мы видим сейчас в университетах, в школах и в детских садах, которые совсем по-другому теперь работают. Это не просто взгляд на истории, которые предлагаются ученикам, это то, к чему от них требуется присоединиться. Они заполняют тесты, чтобы было понятно, что твое содержание, твое сознание, твое взгляд на историю совпадает со взглядом на историю окружающих тебя и с тем взглядом, который предлагает государство. И с тем взглядом, который предлагает лидер. Государство равно лидер, равно народ. Это классическая триада. Каждый, кто занимался историей Германии 30-х годов, смотря на все то, что происходит сейчас, просто не может не загораться все красные лампочки, которые только могут загореться. Поэтому мы сейчас находимся в довольно опасном моменте, который, впрочем, пока не произошел. Потому что я с интересом ждал этого большого мероприятия в Лужниках. Было важно, кто на него придет. Ведь мы видели, что в итоге это был стандарт административный изгон бюджетников и студентов с Софией и Центральной Европейской части. Этот привычный нам вариант, он вполне пассивный, демобилизующий. Никому это не надо, никому это не интересно. Люди отметились, пошли, кто-то сфотографировался. К тот момент, когда мы увидим, что 200 тысяч собираются не так, а с помощью рекрутинга энтузиастов это будет финальный переход в другое состояние. Но символически для него сейчас много чего подготовлено. Вот если ты меня спрашиваешь про то, какие я вижу индикаторы, вот я вижу кучу индикаторов от того, что мы можем перейти в другое состояние. Ты вообще когда-нибудь себе в детстве представлял, что вот с этим мы можем столкнуться? В детстве нет. И все-таки я долгое время, как, наверное, многие люди из моего поколения, жил исходя из того, что Россия – это часть глобального мира. И моя задача всегда ставила в том, чтобы Россия занимала важное, очень важное место в глобальном мире. Но это страна, которая обязана быть одним из мировых лидеров. Но, начиная с какого-то момента, вот эта перспектива обретения лидерства в глобальном мире, она начала затмеваться бесконечной обидой. И в нас обидели, 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 нам обидно. Слышите, нам обидно. И эта обида, в общем, доводит до действий самоубийственных масштабов. Поэтому для меня, конечно, то, что сейчас происходит, это крах той перспективы, с которой я жил. Мне сложно сейчас представить, как Россия после всего этого сможет быть одним из мировых лидеров, чего бы мне очень хотелось. Твой отец большой философ, и он занимался вопросами биоэтики, но это в том числе и вопрос того, на что способно человечество, и что люди могут сделать друг с другом. Мысленно ты разговариваешь с ним? Да. И для меня очевидно все, что он сказал бы сегодня. А что? Я часто вспоминаю выражение лица, с которым он реагировал на любой поступок, который отрицает общечеловеческое. У него была такая досада, которая одновременно разочарование, а с другой стороны досада, что кто-то не понимает простых вещей. И с третьей стороны уверенность, что все равно, что со временем будет понято, но просто бесконечно жаль потерянного времени. И сегодня все вот это, когда это привело к чудовищной катастрофе, это много-много раз усиливает вот эти эмоции, смесь горя и досады. Но при этом, поскольку он был абсолютно уверен в том, что есть вещи, которые человечеству приходится с большим трудом понимать, но он в любом случае их понимает, у него был такой длинный взгляд на историю, что порой действительно требуется много времени, чтобы что-то осознать. Поэтому, например, занимаясь биоэтикой, никогда не приветствовал какие-то резкие биологические изменения биотехнологические, имея в виду, что людям нужно время, нужно время, чтобы приспособиться. Но время там неизбежно, рано или поздно приходит. И с другой стороны, да, конечно, в том числе биоэтика дает нам представление о глубинах, до которых может упасть человек в современном мире. Слишком хорошо знаем мы о том, как экспериментирование с человеческой социальностью может уходить в экспериментирование с человеческой природой в целом. Это, с одной стороны, понимание масштаба угрозы, и поэтому я все время говорю, что не нужно думать, что самое страшное уже случилось, нужно к этому только адаптироваться. Не исключено, что еще худшие вещи впереди, и нам надо думать скорее о том, как их не допустить. А с другой стороны, в этом есть какая-то понятная надежда, что в любом случае эта истерика разрушительная заканчивается, и приходится потом что-то понимать. Возвращаясь к тому вопросу о том, что можно сделать, я сказал, что это не война России с Украиной. Это попытка самоубийства для тех людей, которые возомнили себе, что они имеют право закончить Россию самоубийством. Но это может стать моментом преодоления, если мы все-таки увидим, что эти три народа разных, независимых друг от друга, но с близкой исторической судьбой, что еще раз показано сегодня, украинцы, белорусы, россияне, сейчас они проходят через какое-то тяжелое испытание, которое, если это испытание удастся пройти, это испытание, в котором поддерживает сегодня практически весь мир, могут и должны привести к возрождению. Сегодня в отношении России, конечно, больше всего сомнений не так просто увидеть, как будет выглядеть это возрождение, но пройти через этот рубеж будет необходимо. Если Россия будет существовать после этого, она возродится. А ты был политическим активистом в школе, в университете? Что такое политический активист? Человек, который ходит на митинги, человек, который голосует, человек, который имеет ярко выраженную политическую позицию. Я ни в партиях не состоял никогда, так же получилось, что с момента, когда я стал совершеннолетним, партия в России потеряли всякий смысл, поэтому в чем-то можно состоять. Но да, гражданская позиция, конечно, иметь необходимо. Ты ходил в 2011 году на Болотную площадь? Да, ну там до Болотной площади был еще большой митинг в Чистопрудном бульваре, который для меня лично закончился 15 сутками в спецприемнике. Ну да, это тоже одна из форм гражданской активности была. Если я правильно помню, то вот это задержание на Чистопрудном бульваре – это первое задержание в твоей жизни? Да. Ты тогда не почувствовал, что вот горячо? Что значит горячо? Ну, что все это для тебя лично, персонально, может кончиться арестом, сроком, там, я не знаю, какой-то травмой? Да. Страшно. Да нет, ну а чего страшно? Слушайте, я боюсь только одной вещи в своей жизни. Я боюсь бояться. Вот это скользкое ощущение, что ты как бы не можешь сделать что-то, что ты считаешь правильным и нужным делать, потому что тебе страшно. Как и всякий человек в жизни я когда-то переживал страх, но в какой-то момент я решил, что нет, это то, что отравляет жизнь абсолютно радикально, бесповоротно. А что как бы возникают соответствующие, там, не знаю, опасности. Ну да, в том числе в 2011 году у меня было это ясно, когда я увидел, например, как устроен суд. И я просто как бы легко понял, что если будет, там, не знаю, какой-нибудь приказ сверху, то этот же самый суд спокойно вынесет решение меня расстрелять, меня расстреляют, там, не знаю, в дворе и все. Вообще без проблем. И с тех пор всегда удивляюсь людям, которые говорят, ну, как вот по закону же, там, то-то сделать нельзя, то-то сделать нельзя. Для меня это было скорее понимание того, что все-таки политическая жизнь держится не на законе. Наоборот, закон держится на каком-то там коллективном консенсусе, на солидарности, он должен чем-то подпираться. Это был для меня важный урок, да. На антивоенном митинге, который был сразу после войны, тебя ударили по голове, и ты потерял сознание. Ты запомнил человека, который тебя ударил? Не особенно. Я, честно говоря, не очень люблю про это говорить, потому что, слушай, я вышел, там, не знаю, в центр города, и, да, там, закончила все сотрясением мозга. Что это такое по сравнению с тем, что переживают сейчас тысячи, десятки тысяч людей, сотни тысяч людей на Украине? Что это такое даже по сравнению с тем, что потом переживали люди в московских темницах и там в темницах по всей стране, где мы уже слышим про там, про избиение, про сексуальное насилие, про пытки и так далее. Ну, давай о чем-то другом поговорим. Нет, ну, просто у каждого тоже, знаешь, есть предел своего страха. Потерять сознание от удара на митинге – это тоже страшно и больно. Я уже сказал, что мне не страшно. Я не хочу, чтобы мне было страшно. Нет. Это самое страшное, что может с человеком случиться, когда его решение начинает определять страх. Не понимание опасности, не понимание рисков, а именно страх. Он перестает быть самому себе хозяином, и им начинает двигать это чувство страха. Выдешь ли ты еще на антивоенный митинг? Я считаю, что у меня есть гражданская ответственность. Я делаю те вещи, те действия, которые как бы соответствуют моему представлению гражданской ответственности. Проблема с действием сегодня коллективного в России не столько в том, что люди боятся. Люди, вообще говоря, многие сейчас не боятся. И я бы обратил внимание, что даже по этим вопросам, про которые мы говорили, на старте там было где-то 20-25% людей, которые совершенно не боялись сказать «я против», не боялись выходить на улицы. И даже все эти драконовские меры, 20 лет тюрьмы и так далее, вообще говоря, вообще не так много людей отвратили. Люди не боятся. Многие понимают, что, честно говоря, уже нечего бояться. Ну, потому, что это полный крах для огромных слоев России, которые, в принципе, видели Россию как часть глобального мира. Которые были, в принципе, интегрированы куда-то. Я же даже не говорю про ужасы отчаяния от того, что происходит в Украине, от взаимодействия с своими, не знаю, украинскими знакомыми и родственниками. Я, как и все, я думаю, переписываюсь с украинцами. И мне очень тяжело выбирать слова, чтобы просто что-то узнать, например. Поэтому люди не боятся. Проблема же не в этом. Проблема с коллективными действиями не в том, что люди боятся, а в том, что это ощущение безнадежности. Потому, что ты не понимаешь, как прийти к соответствующему результату, чтобы как что-нибудь поменять. Огромное количество людей в России, честное слово, готовы было бы немедленно отдать свою жизнь, если бы это нам помогло остановить эту войну. Прямо сейчас. Только дайте понятный инструмент. Хотя бы, чтобы были хорошие шансы. Но проблема же в России в том, что поскольку заблокированы любые коллективные действия, люди не верят, что это может что-нибудь поменять. Вот эти акции, которые были в России, которые продолжаются на самом деле, они позволили некоторым промежуточным результатам добиться. Это результат состоит в том, что в стране, конечно, есть раскол. И скрыть его не получается. Это не совсем 50 на 50, потому что есть как бы сильно милитаризованная группа. Есть группа, которая резко против. И есть какая-то большая промежуточная группа, которая, в общем, пытается не лезть в это. У нее свои дела. То, что сейчас в России есть этот раскол. И голоса тех, кто против, слышны. Они слышны на улицах, они слышны в публичном пространстве. Это многие актеры, спортсмены, люди из академии, некоторые политики, некоторые бизнесмены и так далее. Это важно. Это, в общем, позволяет спасти, хотя по этой части, Россию. И это важный результат. Результат, в общем, уже достигнут. Вопрос в том, что можно будет делать дальше. Если система будет такая, как сейчас, какие-то возможности будут. Уровень безразличия к этой военной операции будет снижаться. Совершенно точно. Потому, что так всегда бывает. Потому, что всегда стартовая, значит, билетаристская лихорадка, она потихонечку оборачивается тем, что люди понимают, что все не так прекрасно. Если будет другая институциональная ситуация, если там будет террор, ну, это будет другая жизнь. Поэтому делать надо то, что в конкретной ситуации позволяет тебе достигать каких-то своих гражданских целей. Когда ты шел в социологию, ты вообще понимал, насколько актуальны, с одной стороны, с другой стороны, насколько опасной окажется эта профессия. Ханна Аренд говорила, что не бывает опасных мыслей. Мышление вообще опасная штука. Но ты вот сейчас говоришь такие вещи довольно страшные. Мы с тобой находимся в центре Москвы. Ты никуда не собираешься ехать, насколько я понимаю. Ты чувствуешь свои риски? Есть они? Да риски всегда есть. Самый страшный риск, который есть, это оказаться в ситуации, когда ты не можешь посмотреть в зеркало. Такие риски, они же все время есть. Это иллюзия, что можно, не знаю, жить годами в ситуации без рисков, а потом, хлоп, появились риски. Да нет такого. Человек всегда имеет дело с теми или иными рисками. Да, иногда они чувствуются более жестко, как это происходит сегодня. Но, в принципе, мы всегда принимаем решения. В том числе, когда мы принимаем решения и не принимаем никаких решений. И, наверное, особенно в этот момент, мы принимаем решения. Мы, вообще-то говоря, тоже имеем дело с рисками. Ну, например, когда мы принимаем решение молчать. И говорим, что это не наше решение, что это чужое решение. От нас ничего здесь не зависит. Мы бы не молчали. Но если мы предпоречаем молчать, это некоторый выбор и риск, который с ним связан. Вещь, которая меня, честно говоря, сегодня сильно напрягает, это то, что для многих людей нет вопроса о том, где находятся границы, после которой я скажу «нет, все». Еще раз, важно не то, что, возможно, эта граница уже наступила и, как бы, уже можно было бы там что-нибудь сказать. Это, как бы, каждый для себя решает. У меня одни границы, у кого другие границы. Важно, что вопрос о границах не ставится. Спросить себя, что должно случиться. Вообще, может ли что-нибудь случиться, чтобы я сказал «нет, все, я больше не дорожу, там, не знаю, ни работой, ни ипотекой, ни карьерными перспективами, ни жизнью». Что-то должно случиться, чтобы я сказал «нет, я не хочу так жить. Лучше никак не жить, чем так». И вот если есть что-нибудь, неважно, этот момент мог не прийти еще или в ближайшее время не прийти, но если у вас нет ничего такого, а если вы скажете «нет, никогда такого не может быть», это значит, что вы можете сделать все, что угодно. Если у вас нет красных ледей вообще, вы не готовы о них думать, значит, с вами можно сделать все, что угодно. Это риск, который каждый из нас несет в себе просто потому, что он является человеческим существом. Это не тот риск, который можно куда-то уйти. Дома ты с женой обсудил вот возможные риски? Ну, мы, безусловно, с женой постоянно обсуждаем какие-то принципиальные вопросы для нашей жизни. А зачем еще нужен самый близкий человек? Потому что это и есть твой главный собеседник по самым принципиальным решениям, которые ты принимаешь. Но только я бы хотел еще раз обратить внимание, что самое принципиальное решение – это не то, какие слова выбирать или не выбирать. А самое принципиальное решение – это, например, сможем ли друг другу в глаза смотреть. Это гораздо более принципиальное решение. Что для тебя может стать точкой невозврата, когда ты поймешь, что ничего нельзя сделать больше и, например, уедешь из России? Господи, можно уехать из России. Россия с тебя куда уедет? Для меня есть свои красные линии. Я точно не буду ни в каком виде участвовать в этой самоубийственной жестокой войне. Никогда. Это война против моей страны. Я не буду ничего делать, чтобы в ней участвовать. Дальше возникает вопрос более технический – когда и где, и в каком качестве я могу быть более нужен для себя, для своей страны и для ее будущего. Это для меня самый главный вопрос. Я всегда отвечаю на него, когда принимаю какие-то решения относительно своей жизни. Сейчас будет набор коротких вопросов, только не китайся. Вопросы не были рассчитаны ни на политологов, ни на социологов, ни на философов. Они были рассчитаны на нормальных, обычных людей. Выбери, пожалуйста, «Милосердие» или «Справедливость». Ну, слушай, я же не могу как бы себя выгнать философом. Я не вижу противоречия, правда, но это нормальный ответ? Супер. Все. Хорошо. Свобода или стабильность? Не вижу противоречия. Мы, как бы, нас долго ставили перед этим идиотским выбором. И сейчас я повсюду слышу людей, которые говорят, стоп-стоп-стоп, уже вроде стабильность выбирали, как бы свободу отказывались. А куда все делать? Что с ценами там и так далее? Не вижу никакого выбора. Правда или безопасность? Правда, потому что тот, кто хочет купить безопасность неправды, никогда ее не получит. Родина или истина? Никакого противоречия нет. Есть странное представление о том, что любовь к родине, она, как бы, может быть, сконцентрирована, скажем, в любви к решению конкретного вождя. Ну, это же глупость. Если вождь неправ, значит, следование за его решением – это предательство Родины. У тебя в голове должно быть четкое представление о том, что для твоей Родины благо. И если у тебя есть такое представление, то ты, разумеется, борешься за истину. Поэтому я не вижу никакой противоречия. Где мы с тобой увидимся через год? В новом мире. Хорошо. А я думала, что вы у нас не